Итак, сегодня вы на нашем урабинаре узнаете, какие методы развития силовых качеств я применяю в своей авторской программе. Познакомитесь с авторской программой Шейко в подготовительных и предсоревновательных периодах. И можно сказать, что вишенка на нашем торте, это я вас познакомлю впервые в России с программой Шейко Голд Программ, разработанной американским программистом Робертом Фредерик по моей методике, по моим планам. Это очень интересно. Причем это все для андроидов и для айфонов. Можно все это делать. И в конце вебинара я презентую мой курс, который называется «Методика планирования в пауэрлифинге от новичка до мастера спорта». То есть, все, что я сегодня говорю на этом курсе, будет в 10 раз больше. Так, длительность вебинара, я думаю, в отличие от первого, где было 3 с небольшим, то уложимся в 1,5-2 часа. Я оставил самое главное, самое интересное для вас, это методика. Так что, все, что касается методики тренировок. Так, вижу, десятки, десятки, десятки. Хорошо. Значит, внешние ссылки и реклама в чате запрещены нарушителей, будет банить мой модератор. Нецензурная лексика и оскорбления запрещены, в отличие от некоторых групп ВКонтакте. Троли будут удаляться модераторам. По организации. Всем понятно все. Если все понятно, пожалуйста, десятки, продолжайте ставить десятки. Так, всем я рекомендую выключить телефоны, пересесть поближе к компьютеру, записывайте новые идеи и мысли, активно участвуйте в процессе, задавайте вопросы в чате, не отвлекайтесь на посторонние дела. Итак, давайте познакомимся теперь со мной. Значит, я Шейко Борис Иванович, заслуженный тренер Казахской ССР по тяжелой атлетике, заслуженный тренер по пауэрлифтингу, заслуженный тренер России по пауэрлифтингу, почетный гражданин города Темиртау, Карандинская область, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан, отличник физической культуры и спорта России, судья международной категории. В отличие от вас, у меня тренерский стаж, 45 лет, 15 из которых это в тяжелой атлетике, и 30 лет в пауэрлифтинге. Разработал собственную методологию с пониманием тренировочного процесса и совершенствованные техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге. Подготовил 8 заслуженных мастеров спорта по пауэрлифтингу, двое заслуженных мастеров спорта Казахстана. Ученики Шейко выиграли в разных возрастных и весовых категориях 40 чемпионатов мира, 25 чемпионатов Европы и 7 чемпионатов Азии по пауэрлифтингу и в жиме лёжа. 15 лет работал в Башкирском институте физической культуры, прошёл путь от рядового преподавателя до заведующего кафедрой тяжелой атлетики и борьбы, присвоено учёное звание профессор, опубликовал 180 статей и 15 книг по пауэрлифтингу. Книга «Основы и методы пауэрлифтинга» переведена и издана в США и Англии. Сейчас в декабре обещают издать Китай. Будем ждать. Опубликовал 15 книг по пауэрлифтингу. Провёл 69 оффлайн семинаров в 19 странах. Вы можете меня найти в социальных сетях. Это в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграм-канале и электронная почта для Вас. Пожалуйста, у кого есть вопросы, пишите. Постараюсь ответить. И теперь Вам вопрос. Мы сейчас будем говорить о больших методиках. Как Вы думаете, какими основными качествами должен обладать тренер? Совпадут наши мнения или нет? Напишите, пожалуйста, одно или два самых основных качества, на Ваш взгляд. На взгляд спортсмена, на взгляд тренера. Которые уже на себе испытали. Так, терпение, знание, опыт. Артём, я с тобой полностью согласен. Виктор, терпение, упорство. Так, терпение. Настойчивость. В чём настойчивость? Заставить спортсмена лучше тренироваться? Где купить книгу по жиму с Сарычевым? Нигде Вы не можете купить, потому что тираж уже сразу был раскуплен в течение трёх месяцев. Жёсткость. Давайте сразу договоримся, что жёсткость не должна переходить в жестокость. Да, тренер может быть жёстким, но не жестоким. Знание, это логично. Убедительность. Амбициозность. А честолюбие. Я думаю, что это тоже нужно обязательно тренеру, так же, как и спортсмену. Вот у меня, например, уже сколько лет, 45 лет, думал, ну всё, хватит уже, сколько чемпионов мира. А нет, всё равно где-то, если Ян Урусов едет на чемпионат мира, всё равно переживаю и думаю, будет чемпион, выиграет, не выиграет. Профессионалист. Согласен с вами, что тренер должен обязательно знать больше своего подопечного ученика. Если только спортсмен растёт по мастерству и по знаниям, то будет обязательно разрыв между тренером и спортсменом. Поэтому тренер должен всё время учиться. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим методы развития силы. Напишите, пожалуйста, какие методы развития силы вы применяете в своём тренировочном процессе и сколько методов вы узнаете. Просто напишите 20, 10, 5, 3 и какие самые главные методы вы применяете. По поводу тренера вы всё правильно напишите. С вами полностью согласен. Но опыт приходит только с годами. Итак, мы ждём, какие методы вы применяете при планировании своих тренировок. Или тренер ваш вам планирует в какие методы тренировок. Режим для любителей пахать. Но это не метод. Это план, который, между прочим, уже действительно устарел. Максимальное усилие. Повторный, динамический, сопряжённый. Итого раз, два, три, четыре метода. Хорошо. Пять методов. Метод динамический, субмаксимальный, повторный, максимальный. Романов Сергей. Так, согласен. Раз, два, три, четыре. Так, кто ещё? Иванов 12. 12, Сергей, ты знаешь, или все 12 применяешь? 12 знаю, применяю интуитивный, вариативный, стадодинамический. Ясно, три метода. Пирамиды вверх и вниз. И всё. Хорошо, Бирюков Александр. Так. Ну, хорошо. Так. Здравствуйте, здравствуй, Руслан Федосеев. Хорошо, теперь я вам скажу, какие методы я знаю и какие применяю. Итак, вот здесь 11 основных методов, по-моему. Ещё может быть и игровой метод при занятии с детьми младшего школьного и старшего школьного возраста. Может быть метод круговой тренировки. Вот. А так, это метод максимальных усилий, метод повторных усилий, метод динамических усилий. Повторно-серийный метод от Верхошанского, метод линейной периодизации, вариативный метод, метод сопряжённого воздействия, стадодинамический метод, метод изометрических усилий, ударный метод, интуитивный метод. Ну, я, значит, из этих вот основных 11 методов применяю 5 методов, которые мы сегодня с вами и рассмотрим. Остальные 6 методов мы очень подробно рассмотрим на курсе. И на этом же курсе я также вам расскажу о методе Абаджиева, с которым я два раза встречался на учебно-тренировочных сборах по тяжелой атлетике. О методе Луи Симмонса, с которым я встречался в 2017 году. Всё это будет рассказывано вам только на моём курсе. Итак, естественно, что первый самый метод – метод максимальных усилий. Метод предусматривает выполнение заданий, связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления. То есть веса, которые от 90% и выше, это считается методом, который даёт наибольший прирост силы по сравнению с другими методами. Например, 90-95% от веса, 2-3 подхода по одному-два раза в течение с отдыхом 4-6 минут. И 100-105% один-два раза. Одни-два подхода по одному разу, по 6-8 минут. А иногда, значит, в американской литературе, в их журналах мы можем увидеть, что они 90-95% планируют 4 подхода по 5 раз, что для меня сомнительно. И 100% они делают 2 подхода по 2 раза, потом идут на 107% и это за неделю до соревнований. Что тоже для меня очень удивительно. Итак, пожалуйста, например, Зоциворский отмечал, что невозможно показать большую силу, перемещая небольшой вес. И с этим трудно не согласиться. Вот, вот, 96% вес. Пошёл, 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 давай! По-моему, параллель. Значит, по сравнению с тем, что этот метод максимальных усилий имеет один небольшой минус. Минус в том, что, сразу вас предупреждаю, что спортсменов начальной подготовки, которые только изучают технику соревновательных упражнений, нельзя применять этот метод. Потому что при этом методе сразу, сразу нарушается техника, которая ещё не закреплена, не доведена до автоматизма. Это может привести к травме спортсмена, и, естественно, что может привести начинающего спортсмена к перетренировкам. Поэтому этот метод рекомендуется только в основном уже спортсменам, которые есть 2-3 года спортивного опыта, тренировочных занятий. Метод повторных усилий. Этот метод, значит, заключается в повторном поднятии отягощения, вес которого постепенно увеличивается с ростом силы мышц. Этот метод очень хороший именно для спортсменов начинающего уровня, для изучения и закрепления техники соревновательных упражнений. Потому что там мы технику изучаем от 40 до 60 процентов, и по 5-6 раз за подход. Чем больше мы делаем подъёмов, тем быстрее спортсмен закрепляет основы техники. Поэтому смотреть, значит, если 40-60 процентов, то рекомендуется делать подъём по 6-8 раз. Если 50-70 процентов, то, естественно, по 3-4 раза. Поэтому надо смотреть обязательно, что этот метод хороший, но только, опять же, в подготовительном периоде, когда бы вазу хорошо делать, то, например, 70 процентов, 75 по 4 раза, 70 процентов по 5 раз делать приседания или жим лёжа. И так же. Ну, тягу я не делаю по 5-6 раз никогда. А приседания, жим лёжа, да, в подготовительном упражнении мы делаем. Вот, вам знакомый, Алексей Никулин, делает пирамиду. Вот у него из пирамиды это самый тяжёлый подход на 8 подъёмов, 70 процентов вес на 8 раз. До этого, значит, он сделал подход на 4 раза, потом на 7 раз, после этого на 3 раза, сейчас на 8. И у него останется после этого ещё 2 подхода на 2 раза и на 6 раз. Так. Вот рекордсмен Никулин, это до травмы. Следующий метод динамических усилий. Метод состоит в создании максимального силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной скоростью. Здесь главная задача не показать большой результат, а именно показать максимально возможную скорость на весе. То есть, здесь как раз вот 40-50 процентов будет максимальная скорость по 6 раз, по 5-6 раз я делаю. Например, уже 60-70 будет скорость меньше. И если 60 я делаю по 5-4 раза за подход, то 70 по 3 раза, потому что 4 уже совсем скорость угасает. Поэтому лучше делать всё-таки на маленьком весе, но как можно больше давать эту скорость большую. Вот обратите внимание, что главная задача при выполнении этого упражнения, надо, чтобы руки полностью выпрямлялись в локтевых суставах, чтобы не было отбива от груди и не отрывался таз от помоста. Потому что я некоторые видел, что делают полностью, руки полностью не разгибают, другие делают в отбив, потом даже становится жалко, думаю, как это вы грудь свою не поломаете. И таз помогает уже начинать, на фоне утомления начинает помогать сжать с отрывом таза. И вот вариативный метод тренировок, который я уже на протяжении 45 лет применяю, начал в тяжелой атлетике и перенёс её на пауэрлифтинг. Поэтому здесь, значит, все прекрасно знают, что современные достижения невозможны без применения больших нагрузок. Не будет больших нагрузок, не будет больших результатов. Поэтому большие тренировки дают эффект только в том случае, если чередуются с малыми и средними, создавая тем самым условия для сверхвосстановления организма после больших нагрузок. То есть у вас должно быть обязательно подъём, немножко спад, потом может вы ниже уйти и потом опять подъём. Средние нагрузки поддерживают работоспособность на определённом уровне, а малые нагрузки, используемые после больших и средних, способствуя восстановлению, значительно повышают работоспособность организма спортсменов в тренировке. Вариативный метод помогает, во-первых, спортсмена не даёт ему адаптироваться к нагрузке. Так же самое он помогает избежать перетренированности. Если я как только чувствую, что спортсмен после большой тренировки, у него запланировано среднее, но ещё вижу, что он не остановился после большой тренировки, я сразу её уменьшаю до малой тренировки. Даю спортсмену возможность всё-таки за счёт малой нагрузки отдохнуть и уже в следующий раз продолжать идти по плану. Вот это очень важный для меня метод тренировок. Вот эволюционный метод. Вы видите, что это нагрузка по месяцам каждая. Значит, подъём это синего цвета, красный это интенсивность не в килограммах, а относительная интенсивность в процентах. Вы видите прекрасно, что после каждого большого интенсивности нагрузка уменьшается. Так же самое после больших подъёмов нагрузка уменьшается. После уменьшения нагрузки мы её опять повышаем. Метод сопряжённого воздействия. Очень хороший метод. Сущность её заключается в том, что техника двигательного действия совершенствуется в условиях, требующих лечения физических усилий. Так, например, в приседаниях мы делаем приседания с цепями. Некоторые делают даже приседания с резиной. То есть полностью техника соревновательного приседания у нас сохраняется. Но за счёт того, что мы нагружаем цепями или резиной, то нагрузка увеличивается. Особенно она увеличивается. Чем больше поднимается количество звеньев, тем больше она получает нагрузку спортсмен. Так же самое вы видите в жиме лёжа. Жим с бруска, который позволяет спортсмену, чем выше брусок, тем с большим весом он может работать. Жим лёжа с цепями, с резиной. И как вы здесь видите на фотографии, жим с пружинами, которые сделал, изобрёл тренер Костриков. И так же вот фаниль Мухаммадьянов, например, делает жим с П-образным грифом, который, видите, он даёт возможность опускать гриф ниже грудной клетки. И тем самым он удлиняет траекторию движения штанги. И этим самым он увеличивает нагрузку на верхний плечевой пояс. Также сопряжённый метод сопряжённого воздействия мы можем делать и в тяге становой. То есть увеличивая высоту, например, подставки, стоя на подставке, если делать 5 см, то эта нагрузка будет незначительная. А если делать 10-12 см высотой подставки, то там будет хорошее, это как раз будет помогать отрыву штанги от помоста с силовым качеством. И в то же время мы видим, что делая тягу с плентов, мы увеличиваем силовые качества во второй фазе тяги и в финальной стадии тяги. Чем выше будут пленты, тем больше должен быть вес, который может быть и 105, и 110%. И последнее вы видите, что также тяга с цепями или тяга с резиной. Здесь будет зависеть, во-первых, от количества цепей. Чем больше цепей, тем больше нагрузка. И от степени жёсткости натяжения резиновых лент. Статодинамический метод, который широко также применяется и в тяжёлой атлетике. Метод, значит, характеризуется последовательным сочетанием двух упражнений. Режима работы изометрического характера и динамического. Или наоборот, динамического и изометрического. Для воспитания силовых способностей применяют от двух до шести секунд изометрические упражнения. С последующей динамической работой. Я больше четырёх секунд не давал своим спортсменам. Значит, есть варианты, когда, например, спортсмен начинает делать соревновательную тягу и делает остановку. Например, остановку на уровне ниже коленей на 5 сантиметров. Или в другом варианте можно делать остановку выше коленей тоже на 5-10 сантиметров. Можно делать две остановки. Одна остановка ниже коленей, вторая остановка выше коленей. То есть вариантов здесь много вариаций. И вот моя любимая в подготовительном базовом периоде, это статодинамический метод в приседаниях. Ох, как тут я люблю изгаляться над спортсменами. Значит, здесь, смотрите, есть шесть вариантов, получается. Первый вариант, когда спортсмен делает остановку в полуприседе при опускании вниз. Потом он полностью садится и встает сразу в это соревновательное упражнение. Второй, значит, вариант, когда он делает остановку только в седе. 2, 3, 4 секунды в зависимости от какого у него веса. И также сразу встает. Третий вариант, когда он полностью садится, встает, но на половину пути вставания он также делает паузу 2-3 секунды. Значит, четвертый вариант, уже комбинированный, когда спортсмен опускается и делает остановку на полпути опускания. Вторая остановка в полном седе. И после этого он сразу встает. Третья, значит, пауза, когда он делает сначала остановку в седе. И вторая остановка половина приседа при вставании вверх. И самая тяжелая, когда все три остановки делают одновременно. То есть, при опускании на полпути, вторая остановка в седе. И третья остановка при подъеме из седа тоже на полпути. Ну, здесь больше 1-2 секунды. Начинали мы с спортсменом по 1 секунде, потом довели до 2 секунд. И максимально это было сначала 60%, 65%, 73% пока еще не освоили. Чтобы все три остановки сразу делать. Это очень тяжелое упражнение, но очень хорошо развивает силовые качества. Итак, переходим к моей авторской программе подготовительного периода. И как раз сейчас посмотрим, в чем же она заключается. Ну, я хочу прежде всего сказать, что я всегда начинаю с того, что планирую каждому спортсмену, сколько раз в году он выступает, на каких соревнованиях. И мы с ними выбираем, значит, какие самые главные выступления. Если спортсмен начинающий, то для него это будет первенство детской спортивной школы, как Олимпиада. Для спортсменов у учебно-тренировочной группы это может быть первенство города. Или матчевая встреча с другим спортзалом. Уже у разрядников и кандидатов в мастера спорта. Это, значит, у нас будет чемпионат и кубок Башкирии. Самое большее. А у других, значит, область и своя республика. И уже спортсмены, как мы говорим, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Для них это, значит, самый главный чемпионат России, кубок России. Главная задача попасть в сборную России. Это большая честь и большое желание, чтобы поехать потом на чемпионат мира или на чемпионат Европы. Это, значит, у нас единственная федерация, которая очень тяжело попасть в сборную России. Это федерация ФПР, которая очень большая конкуренция. Но если уже попал, то да. И надо, в некоторых бывают категориях, что легче выиграть чемпионат мира, чем чемпионат России. И вот, когда мы определились, где он выступает, значит, мы тогда я уже... Но только для мастеров спорта и мастеров спорта международного класса я уже расписываю, в каком месяце, сколько планируется подъемов и с какой интенсивностью мы будем тренироваться. Конечно, вы можете сказать и будете правы, что невозможно, например, в январе распределить так, чтобы знать, в каком, в ноябре, например, или в сентябре, в каком состоянии будет спортсмен и сколько он будет поднимать. Я где-то с вами соглашусь, потому что в течение года спортсмен может и заболеть, и не дай бог травмироваться или еще какой-нибудь форс-мажор. Поэтому это является только перспективный план, который будет меняться по ходу и всегда будет изменяться. Но это будет... Для чего я это делаю? Что спортсмен видит, это как у него дорожная карта, что он с пункта А в январе, например, у русов в ноябре должен прийти к чемпионату мира. Это будет пункт Б. И он же примерно знает, с какой интенсивностью он должен тренироваться и с какой объем тренировок будет. То есть это тогда легче спортсмену, во-первых, уже настраиваться на большую работу в подготовительном периоде, и где он будет разгружаться и когда будет планироваться у него отдых. Ну, обычно, например, у русов всегда после чемпионата мира отдых недели, не больше. Так, здесь все понятно? Если понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки. И мы-то пойдем дальше с вами. До каких процентов можно доходить с высоких плентов? Я же сказал, что чем выше пленты, если у вас гриф выше коленей, там на 5-10 сантиметров, то вы можете дойти до 110% по одному разу. Но просто этим не надо увлекаться. Мы обычно, в основном, у меня работают спортсмены только с плентов, которые ниже коленей, на 5-10, если высокие, то и на 15 сантиметров. Так, вижу, появились десятки. Понятно. Самое главное, что молодому спортсмену Кулакову, моему ученику, понятно. Это очень приятно. Итак, мы тогда идем дальше. Дальше, вот смотрите. Я вам показываю, это уже не план, а то, что, например, многократный чемпион мира в далеком 94-м году выполнил нагрузку. Значит, я хочу вам сказать, что я всю жизнь, когда тренирую, в тяжелой клетке тренировал, и сейчас тренирую, что мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, которые претендуют попасть в сборную России, я обязательно веду анализ тренировок, считаю все. Например, у меня 7 дневников Алексея Севаконя, все обсчитаны. Общитаны за каждую неделю, за каждый месяц, за каждый год количество подъемов, количество интенсивность какая, количество, объем в килограммах и количество подъемов штанги. Все это есть, и потом можно планировать. Для чего это нужно? Понимаете, вот пришло, пришло время соревнования, спортсмен отлично выступил. Мы посмотрели, сели после соревнований, обязательно, скажем, спортсмену, мастер спорта, и выше я делаю разбор полетов, обязательно обсуждаем, что было хорошо, что было хорошо, чтобы стало плохо. Если спортсмен плохо выступил, то я сначала ищу ошибку у себя в тренировках, в планировании, где я ошибся, где я, может, поздно его разгрузил, может, перегрузил в объемах. Если у меня все хорошо, то мы начинаем, значит, смотреть со спортсменом в месте, где он, может быть, сочканул, может, он заболел недалеко от соревнований. Все вот это нужно учитывать, и если хорошо, то можно повторить. Если мы нашли ошибку, то мы при уже другой подготовке изменяем план тренировок. Вот посмотрите, что у всего коня, у Алексея, в то время нагрузки были 2000 подъемов, вот видите, 2500 средний вес, например, в розовом цвете, 3000 вот максимально, больше 3000 было за месяц. Это он тренировался два раза в день, то есть 8 тренировок в неделю он делал. Я говорю, что у него очень отличная была восстанавливаемость, поэтому можно было это делать. Но мы с вами вот это все, и всего коня тренировку рассмотрим очень подробно, где, какие это он делал. Он здесь выступил на 1994 году, 5 соревнований у него было. Мы их все разберем с вами, это на курсе. Вопрос Максим Антонов. Если цель максимально увеличить жим, то нужно ли выкладываться на дополнительных упражнения? Спина, ноги, плечи, как их лучше тренировать, чтобы успевать восстанавливаться? Вы знаете, во-первых, это дополнительно, это... У нас упражнения все делятся, значит, на три вида. Это соревновательные упражнения, это соревновательные упражнения, это такие упражнения, в которых спортсмен выступает на соревнованиях. Дальше идут специально подготовительные упражнения. Это такие упражнения, в которых есть элементы соревновательного движения, соревновательного упражнения. Например, тяга сплинтов, приседания в полуприсед. А вот, например, жим лежа с цепями, все это относится к специально подготовительным. А вот жим сидя, жим стоя, это уже будет у вас общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие такие упражнения, которые именно направлены на увеличение развития силовых качеств в отстающих мышцах. Поэтому здесь надо смотреть, что получается, что не специально подготовительных увеличивать, а развивающие упражнения делать больше. Но опять же, делать больше, вы должны знать, какие у вас отстают мышцы, за счет почему у вас жим, например, не растет. Надо смотреть это все, и тогда можно... На курсе мы это можем все разобрать, например, вы показываете свой видео с жима лежа, говорите, вот как такая-то остановка, столько-то остановка. И я вам помогу, расскажу, что какие упражнения подобрать, может какие-то специально подготовительные упражнения. Потом, в какой фазе у вас, в отрыве с груди проблема, или наоборот, даже в дожиме, в локауте у вас проблема. Это все надо смотреть, это надо учитывать. Как начинать спортсмена самостоятельно подготовиться для задачи на разряд полгода до соревнований? Заранее благодарю. Но если ты хочешь разряд, опять же, какой разряд? Второй разряд, первый разряд. И самостоятельно это очень тяжело. Надо хотя бы, если нету тренера, то обязательно надо тренироваться с напарником, который более опытный, чем ты. Который уже, например, кандидат в мастера спорта, мастер спорта. Во-первых, он посмотрит на технику, как ты выполняешь. Потому что спортсмен приседает, он не может видеть, досел он, не досел. Также в жиме лежа, оторвал таз, не оторвал таз, да и паузу часто пропускает. Поэтому надо обязательно с кем-то. А самому это, да, ты можешь выполнить, но этот путь ты пройдешь намного дольше, чем ты сделаешь, например, с напарником. И если будет тренер, то с тренером ты вообще быстрее это все сделаешь. Потому что тренер тебя избавит от тех ошибок, которые он сам делал и допускал. Можно узнать ваши отношения к тренировочным планам Суровецкого. Я хочу сказать, что я очень-очень уважительно отношусь ко всем планам Суровецкого, Деревянка, Ходосевича и других заслуженных тренеров России, которые воспитали чемпионов Европы, чемпионов мира. Потому что главный показатель правильности плана – это результаты, показанные спортсменам на соревнованиях. Если спортсмены высокого класса, они члены сборной России, значит, методика этого тренера хорошая и имеет большое право на жизнь. Поэтому тут нельзя говорить вот так вот, мои планы самые лучшие, все остальное чепуха. Нет. Надо с уважением относиться. Значит, человека воспитал, уже это большой плюс. А именно, как подходить к соревнованиям на пиковую форму? Ну, это я скажу поверхностно. Ниже мы сейчас рассмотрим. Сейчас мы говорим о подготовительном периоде, в следующий будет переходный период. Но в то же время я скажу, что очень подробно мы, значит, два урока будут посвящены моей методике тренировок. Это будет пятый урок – подготовительный период, два с половиной часа. И шестой урок заключительный – это будет все к соревнованиям. Как подводиться к соревнованиям, как выступать на соревнованиях, как определять начальные подходы, стратегию выступления на соревнованиях. Все это будет рассмотриться на курсе. Да, Александр Сажаев, я с тобой полностью согласен. Чем больше тренер ошибался сам, тем больше повезло и ученикам. Я согласен, потому что я тоже очень-очень, вот иногда смотрю свой дневник тренировок в тяжелой атлетике я вел. Это с 1975 по 1990 год. Столько было ошибок, столько это, но амбиций было много. И это, конечно, теперь помогает то, что я сейчас эти уже не допускаю. В чем устарела программа по этому для любителей пахать? Давайте мы попозже об этом поговорим. В чем она устарела? Во-первых, она устарела в том, что это писалось в начале 2000-х, по-моему, 2000-2001 год для Ирины Луговой. Это я писал план, а потом просто озаглавил так для любителей пахать. И в то же время, смотрите, не применялся статодинамический метод. То есть, делал там нет ни одного жима лежа с паузой. Там не применялся ни один сопряженный метод. Там нет ни жима с цепями, нет ни жима с резиной. Там чисто одни жимовые упражнения. И там было, конечно, рассчитано на майку, которая была Ешка, которая давала прибавку 10-15 килограмм в то время. Но сильно очень резала кожу. Целиком на тренера тоже полагаться не стоит. Надо самому учиться, следить за нагрузкой, самочувствием. Да, как говорят, на бога на 10 сам не плашай. Но я тебе хочу сказать, что и другое. Что если ты тренеру не доверяешь, то лучше расходиться. Вот. Это раз. Во-вторых, это опять же надо смотреть, какого возраста спортсмен. Какой у него уже багаж за спиной. То есть, если спортсмен 8-10 лет сам тренировался, то, конечно, у него уже есть какой-то опыт. И все. Но там уже идет соавторство. Должно быть соавторство спортсмена и тренера. То есть, обязательно должны все обсуждать. А так что, когда мне, например, спрашивают, а почему так они-то? Я стараюсь объяснить спортсмену. Раз сказал. Он, да, да, кивает, все. Но смотрю, делать все равно по-своему. Я второй раз сказал. Да, да, я вас понял, Борис Иванович. Ну что вы, конечно, понял. Смотрю, опять то же самое. Тогда я говорю, знаешь что, дорогой, извини, тренируйся дальше самостоятельно. У нас с тобой ничего не получится. Итак, пойдем дальше. Значит, мои спортсмены тренируются разное количество раз в неделю. Значит, спортсмены начинающие спортсмены и спортсмены среднего уровня. Тренируются три раза в неделю. Это понедельник, всегда пятница. Или вторник, четверг, суббота. Спортсмены уже, кандидаты и мастера спорта, мастера спорта тренируются здесь и три раза. Это в зависимости от возможности по работе. Или же студенты, которые сильно загружены, например, в субботу, они не могут в этом. Они, значит, так же самое тренируются три раза, а другие тренируются четыре раза. Значит, это в понедельник, всегда пятница, суббота. Ну, есть у меня такие спортсмены, которые были по скользящему графику. Два дня работает, потом сутки отдыхает. Два дня работает, сутки отдыхает. Ой, двое суток отдыхает. То есть, два на два. Тоже приходилось подстраиваться под них. Есть спортсмены международного класса, которые тренируются четыре тренировки. И есть, которые тренируются пять раз тренировок. То есть, три тренировки подряд. Это понедельник, вторник, среда и пятница, суббота. Значит, обязательно у нас тогда получается так, я планирую, что вторник и суббота нагрузка маленькая. Потому что, например, понедельник может быть большая, может быть средняя. После нее идет маленькая и сразу тогда большая или средняя. Может быть, например, в среду большая и в пятницу большая. А в субботу только маленькое одно упражнение, специально подготовительное. И три-четыре упражнения общеразвивающих. Для тальтовидной мышцы, трицепсы или гиперэкстензии. И есть профи. Профи, которые у меня были с 97-го года по 2005 год в спортивном клубе РБИС. Это был первый клуб, который был профессиональных содержал спортсменов. Было шесть спортсменов, которых они содержали. Они тренировались восемь раз в неделю. Их за это получали деньги. За то, что они выступали на уровне чемпионата РФ и Кука России, выигрывали. Были в призерах всегда, были чемпионами мира, Европы. Из этих шести четверо стали заслуженными мастерами спорта России. И это, значит, первый стал Сергей Мор, за ним Абрамова, потом Федоренко и Равиль Казаков. Это все как раз из этой группы, группа профессионалов. Но у них, значит, у них был обязательно, и врач у них был. Был, значит, им полностью питание, все, их кормили, обували, одевали спортивное. И оплачивали проезды на соревнования, и оплачивали спортивное питание. Так, Ержов. Я тренировался лично у Бориса Ивановича, прошло более пяти лет, и я пока не встречал тренера лучше. Я думал, он скажет, что я не выдержал и бросил тренировки. Спасибо, Андрей. Итак, пошли дальше. И вот давайте посмотрим, как распределяются нагрузки в подготовительном периоде при трех микроциклах. Значит, в микроцикле при трех тренировках. Здесь вам показано шесть вариантов. На курсе я вам покажу двенадцать вариантов. Причем все варианты разные. Нету ни одной недели повторяющейся. Вот обязательно, когда я беру новичка, или спортсмен, или другой приходит, я даю две недели втягивающего характера. То есть, смотрите, чтобы он привык к моей методике. Первый, например, вариант, и второй вариант, это типа втягивающаяся. Малая, средняя, малая. Вторая уже чуть выше. Средняя, малая, средняя. Я смотрю, эти недели не только какая техника, и что мне нужно исправлять, но и как спортсмен втягивается в эти тренировки, как он восстанавливается. Если все хорошо, то уже на третьем варианте, видите, на третьей неделе появляется большая. Если опять он справляется, на пятом, вы видите, уже две больших. Большая, средняя, большая. Но, обратите внимание на то, что одна большая, например, в понедельник большая после отдыха, субботу, воскресенье, она больше, чем большая в пятницу. Или, может быть, наоборот, в других вариантах, когда большая в пятницу намного больше, чем она в понедельник. Потому что у него два дня отдыха. Итак, вот варианты распределения нагрузки при четырех тренировках в неделю. Здесь уже получается у нас вариантов больше. Обратите внимание, значит, здесь уже спортсмены, которые уже прошли по три тренировки, и их уже можно переводить на четыре тренировки. Средняя, большая, средняя. Есть вот две большие. Третья большая, малая, большая, малая. Или, может быть, здесь нету, но вот в другом, во втором варианте. Там есть даже большая-большая, потом малая и средняя. Или две малые после этого идут. Так, задержку жду. Так, я брал ваши планы. Никто не перетренировался, а получали только прибавки. Ну, приятно, это молодцы. Все желающие получить курс БШК, переходите в официальную группу. Так, варианты распределения нагрузки при пяти тренировках. Это уже люди, которые, естественно, не работают, например, с лицарями, не работают с грузчиками. А где-то, наверное, может быть, больше в сидячей. Потому что здесь очень большие нагрузки. Вот здесь, посмотрите, вот второй вариант, где... Ой, третий вариант, где две большие сразу, причем одинаковые большие, но потом сразу маленькая. Средняя, не очень большая и опять маленькая. То есть, даем восстанавливаться. Ну, интересные вот четвертые и пятые варианты. Там большая, малая и опять две большие. Видите, ну, это единицы. Единицы, которые действительно к этому уже подготовлены и которые уже могут поднимать, переносить такие нагрузки. Так, поставьте, пожалуйста, десятки, кто... Что вам все понятно, и мы можем переходить дальше. Так, какая официальная группа, напомните, пожалуйста. Сейчас вам модератор напишет, какая официальная группа. Андрей Ежов. А я буду учиться Готу, самого лучшего. Да, это хорошо, когда каждый спортсмен считает своего тренера самым лучшим тренером. Если не верить, что твой тренер самый лучший, то будет тяжело тренироваться. Надо обязательно верить своего тренера. Я всегда, когда приходит ко мне новый ученик, даже молодой, я сразу говорю, давай так договоримся, что, во-первых, мы не будем друг друга обманывать никогда. Если что-то случилось, ты должен мне сразу сказать первому. Если ты чувствуешь, что есть такие спортсмены, которым тяжело, плохо, но он терпит, терпит, терпит до того, что пока все, в конец перетренировался. Нет, не нужно никогда терпеть, нужно лучше подойти к тренеру и сказать, я что-то сегодня уставший. Я пришел на тренировку уставший, я устал. Четыре пары было этих лекций, у меня голова такая забитая чугунная, я не могу. Да, я тогда беру, я с пониманием отношусь и беру, уменьшаю в этот день нагрузку. Потому что, ну, бывает так, что спортсмен приходит, у него все летит и просит, давайте добавим, Борис Иванович. Я говорю, давай, добавим сегодня. Потому что ты как, я всегда, когда убавляю, я говорю, хорошо, давай, ты мне должен будешь. Потом, когда все восстановится, мы добавим чуть-чуть, и это компенсируется. Так, все, переходим дальше. Итак, вот давайте рассмотрим примерный план на неделю в подготовительном периоде. Понедельник. Вы обратите внимание, что мы с вами, вот в чем отличается моя именно авторская методика, в том, что я первый в мире, в России, в мире, в Европе, предложил и стал планировать два упражнения на одно соревновательное движение, в одной тренировке. Вот здесь, например, в понедельник. Жим лежа с паузой, три секунды. Это у нас что? Стадодинамический метод. Мы делаем, значит, мои спортсмены уже к этому привыкли, и они делают элементарно 75% в натяжечку по три раза, четыре подхода. Когда одно упражнение, они делают и пять, и шесть подходов, но так как у него второе, то больше четырех подходов я не даю. Второй жим лежа со слиншотом. Значит, здесь мы отрабатываем как раз финальную часть, локаут. И здесь уже они тренируются по два раза, вы видите, 90% и 95% на один раз. Если спортсмен, я вижу, что после первого жима, он во втором жиме 90% делает с трудом, то я говорю, давай не будем 95% идти, а сделаем не два подхода, а сделаем три подхода, чтобы общее количество хотя бы собрать. Между двумя жимами мы делаем приседания. Для того, чтобы, когда после первого жима спортсмен делает приседания, устают ноги и спина, но отдыхают, руки, грудные, дельтовидные мышцы, быстрее восстанавливаются они в этот период. Здесь вы видите пирамиду скачкообразную, то есть вес 1,70%, это мы называем рабочий вес. Это 4, 7, 3, 8, 2, 6. Это как раз то, что вы видели, Никулин Алексей приседал на 8 раз. Вот видите, до 8 у него было 4 подхода, после 8 еще 2 подхода. И обратите внимание на то, что я делаю, значит, считаю количество подъемов и количество интенсивности, количество объемов только в соревновательных упражнениях и специально подготовительных упражнениях. На общеразвивающие упражнения, как грудные мышцы, трицепсы, стоя, лежа, гиперэстензии, подъем на бицепс, широчайшие, я могу считать только общее количество подъемов, но не считаю ни веса, ни считаю объем нагрузки в этом. Для чего я считаю интенсивность тренировки? Потому что у меня интенсивность помогает так же самое смотреть за спортсменом и помогает регулировать. Я обязательно в конце у мастеров спорт международного класса за неделю я просматриваю, разношу по зонам интенсивности на курсе, я покажу, объясню, как это делать. И если я вижу, что, например, неделя прошла, в приседаниях спортсмен неделю сделал с интенсивностью 74%, я говорю, нет, нам надо в следующей неделе убавить до 70-69, дать отдохнуть, иначе ты перетренируешься. А если, например, он в жиме, из-за того, что он сделал приседания большой интенсивностью, то, естественно, что он в тяге мог тренироваться на 68,5, например, процентов от 1 пм, то это маловато. Я говорю, давай наоборот, приседания убавляем до 69,5, до 70, а интенсивность можем поднять до 71, до 75 процентов. То есть это помогает регулировать и смотреть, и общие, когда за всю неделю общая нагрузка, например, если, опять же, идет больше 72,5, то я притормаживаю, опускаюсь до 71, до 70, 69 можно опустить, типа, как отдых. Ну, а обычно так бывает, что чем больше мы делаем объем, больше количество подъемов, тем больше, то меньше будет интенсивность. И наоборот, когда мы переходим на 1-2 раза подъема, но с 90-95% весами, то интенсивность 10-12 сантиметров, то 70% на 1 раз, это уже хорошо. Если высота 5 сантиметров, то, извините, надо 75% делать на 1 и даже 2 раза, потому что это очень мало. Жим лежа с резиной, здесь, видите, 65% 4 по 4, но здесь, опять же, может зависеть от того, какая жесткость резины. Можно взять самую слабую и делать 70-75%, а можно взять жесткую, которую даже 65% спортсмен делает с большим трудом. Ну, здесь как раз написано под ту, которую ребята знают, какая у нас резина, они берут. Но если легко, это значит, если я вижу, что запланированный вес легкий, тогда два варианта. Или добавить вес, там, на 5 килограмм, например, или, значит, на 5 у легковесов утяжей можно добавить все 10. Или же, значит, увеличить не по 4 раза, а по 5 раз. И третий, тогда взять, поменять резину на более жесткую. Вот, пожалуйста, второй, значит, у нас, опять же, тяга сплинтов, гриф ниже коленей на 10 сантиметров. То есть, мы, получается, в эту среду мы разбили тягу соревновательную на две фазы. Первая, это начальная фаза, первый отрыв штанги от помоста, и вторая фаза, это, значит, ниже коленя на 10 сантиметров. Это будет, значит, отработка второй фазы и, опять же, финальной части, которая бывает часто, например, спортсмен в финальной части, вроде 5 сантиметров он не может дотянуть для того, чтобы зафиксировать вес. Тогда приходится, значит, вот как раз работать на больших весах и на высоких плентах. И обратите внимание, если мы, вот здесь было, значит, понедельник запланировано 77 подъемов, то у нас, значит, в среду уже 53 подъема, то есть меньше. Хотя тоже три упражнения в специально подготовительных упражнениях. Так, пожалуйста, значит, у нас в пятницу опять идет приседание. Если мы в понедельник, например, делали два жима и одно приседание, то здесь мы показываем, что у нас два приседания и один жим. Значит, первое приседание с паузой 2 секунды в седе. В седе 2 секунды у меня ребята выдерживают 70%. Если делать, например, 65, то можно там сделать 3 секунды в седе, запланировать. Но это опять же чисто индивидуально надо смотреть. Вот дали, например, один общий план. И я смотрю, если спортсмен 65 делает уже с тридлом, то я говорю, 70 не надо, эти количество подъемов 6 перебрасываем, значит, на 65. То есть он делает, а не два подхода по три раза, а четыре подхода по три раза. И общее количество подъемов у нас сохраняется. Вот жим лежа, пожалуйста, повторный метод. 5 по 5. 60% на два раза в четырех подходах. Это тоже не очень-то легко будет, потому что после первого приседания усталость все равно сохраняется. И спортсмен делает вторые приседания уже как на фоне утомления. И опять, видите, после 58 подъемов в среду мы повышаем до 70 подъемов в среду, в пятницу. То есть у нас, видите, идет вариативный скачкообразный метод. И в субботу всего-навсего 19 подъемов мы делаем тягу с помоста плюс тяга с виса ниже коленей. И остальные у нас общеразвивающие упражнения. Тяга с помоста плюс тяга с виса ниже коленей. То есть спортсмен в первый раз делает тягу соревновательную, значит, зафиксировал ее вверху, и уже не опускает на помост, а опускает ниже колени, как можно ниже к помосту. И делает так три раза с виса. Во-первых, здесь это хорошее упражнение для отработки техники, потому что он должен опускать в обратном порядке, как он поднимал вверх. Обязательно не просто спиной опустить, а именно стараться прийти в те же углы таза, бедра, колена, сустава, голеностопия, в которых он делал тяги соревновательные. Причем опускать спокойно, вверх можно поднимать побыстрее. Итого у нас, видите, за неделю 219 подъемов. Вот то, что я вам просто здесь показал, именно упражнения все три дня по три упражнения. Но часто бывает это не так, а бывает, что, например, если мы в понедельник, я им запланировал три упражнения, например, приседания, жим, приседания, то в среднем в среду, например, может быть только жим, потом тяга. Все. В пятницу может быть опять только приседания и один жим. Или наоборот, например, в понедельник приседания плюс жим, все. А в среду может быть две тяги и один жим, или наоборот, два жима и одна тяга. Или, может быть, в среду я могу сделать пирамиду, марафон, большую. То есть, с 50% он доходит до 85% и опускается обратно до 50%, но на 12-10 раз. То есть, убавляем вес, но добавляем количество, причем на каждом подъеме на два подъема больше. Например, если 85 на 1, то потом 80 на 2, и потом пошли 75 на 4, 70 на 6, 65 на 8 и так далее. То есть, это очень тяжелое, такое упражнение я делаю потока в подготовительном периоде, и причем где-то такой большой марафон один раз в три недели, в четыре недели, вот это делаю. Так, скажите, пожалуйста, всем понятно по примерному плану подготовительного периода, но я говорю, что на курсе мы очень подробно рассмотрим, и все ваши вопросы, кто придет на курс, будем смотреть, обсасывать и объяснять, почему так, а почему не так. Так, кому понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Я пока попью. Так, так, десятка. Жим под углом со штангой или гантелей и вес по процентам. Нет. Жим под углом и жим с гантелями по процентам ничего мы не делаем всегда, или если я им пишу, например, жим сидя под углом на четыре раза или на пять раз, они уже сами подбирают вес. А с гантелями то же самое. Вообще общий развивающий, если спортсмен, мастер спорта, международники, КМС, я уже им не, я пишу только, вот видите, количество раз, они уже сами подбирают, знают, что если ему написано восемь раз, он должен делать такой вес, который может сделать на десять раз, то есть два в запасе. Вот. И грудные мышцы я не приемлю ни в коем случае, никаких охоток там, ни с кем за рук, кто больше, потому что это может привести к плачевной травме. Вот. И здесь главная задача, я им говорю, что нужно не большое количество, ой, большой вес, а главное, чтобы было как можно глубже опустить, медленно опустить руки ниже груди, чтобы было больше растяжения связок. Нужно ли больше работать над скоростью прижима, если руки длинные? Вот если руки длинные, если вес позволяет, то есть не больше ста килограммов, то нужно прежде всего, я считаю, работать над увеличением моста, чтобы сократить путь штанги. То же самое и брать максимально широкие. Так? Но если руки длинные, то их надо раскачивать, мое мнение, раскачивать, чтобы они были по объему больше, чтобы больше работали, чтобы моя мышца была не только длинная, но еще объемная. Добрый вечер. Сильно отличается ваша программа по жиму от троеборья? Ну, я хочу сказать, что нет, не сильно, но дело в том, что там получается приседания есть, но приседания небольшие, раз, приседания делаем только тогда, или тяга, когда два жима в упражнении, то чтобы опять руки отдохнули, верхний плечевой пояс, то мы делаем приседания, приседания обычно делают по 4 раза, по 5 раз, там 60, не больше 70% от 1 п.м. То же самое тяга. или можно даже делать не приседания между жимами, а жим ногами, разгибания-сгибания ног в тренажере. Возьмем ваш тренировочный план 4-гневный, поделиться за 5 суббот, взглянув на него, мы можем определить, где тяжелая тренировка, где средняя. Да, вы можете определить это даже по количеству подъемов. Вы, я надеюсь, что понимаете, что, например, вот здесь вы сейчас видите, что в пятницу у нас 70 подъемов, то это намного больше, чем 19 подъемов в субботу. Уже это простейшее количество подъемов указывает на какая тренировка. Дальше уже будет количество объемов, какой тоннаж вы подняли, дальше обязательно с какой интенсивностью вы поднимали. То есть, если вы все время будете тренироваться с интенсивностью 65% относительно интенсивности от 1 п.м., то у вас рост замедлится, будет очень незначительный. Значит, вот я хочу сказать, что я много дневников проверил, проанализировал, просчитал их и убедился в том, что наилучший прирост силы происходит, результатов при интенсивности 71 плюс-минус 2, 2-2,5. То есть, вы можете быть до 69, 69,500 и выйти сам максимум до 73,500, но это редко. Обычно от 70 до 72, вот это хорошее, которое не дает перетренированности. Делать со штангой или с гантелями в плане или без разницы. Но если вы говорите о специальном подготовителе, например, подъем на бицепс я пишу. Мне все равно, как вы будете этот бицепс качать. Вы можете со штангой, вы можете с гантелями, вы можете с резиной, вы можете в тренажере. Также самые трицепсы. Трицепс в тренажере, французский жим, стоя, лёжа. Пожалуйста, это уже ваше. Я только говорю, что не делайте одинаковые упражнения на каждой тренажере. Если вы сделали, например, грудные мышцы, разводку лёжа на горизонтальной скамейке, то, например, на следующей, где написаны грудные мышцы, я советую сделать. Или под углом вверх головой, или под углом вниз головой. Или же разводку сделать в тренажере, пэк-дэк этот. То есть, различные надо, опять же, чтобы не было адаптации организма и мышц к нагрузке. Куда при жиме лёжа опускать штангу под низ груди или на живот? Это надо смотреть, во-первых, какой вес спортсмена. Если тяжеловес, то они стараются опустить дальше. Потом, если в майке, если вы в жимовой майке, которая тугая, вы никогда не опустите её под грудь. То есть, у вас всё равно её будет уводить больше на живот. Если вы выступаете без экипи, то обычно где-то в районе, значит, как пишут, нижний обрез грудных мышц. Или там туда, там 2-3 см может быть отклонение. Всё. Так, идём дальше. Значит, вот упражнения, которые я применяю в своей практике со своими спортсменами. Это приседания соревновательные, приседания с паузой 2-4 секунды, от 2 до 4 секунд в сети. Приседания с паузой 2-3 секунды на полпути вниз или на полпути вверх при вставании. Приседания с цепями, приседания на плинт, фронтальные приседания, приседания в ножницах. Фронтальные приседания – это или у начинающих спортсменов, или у тех спортсменов, которые при опускании в сет складываются, как мы говорим, складываются, как ножик. Фронтальные приседания хорошо помогают, значит, почувствовать, как нужно держать спину ровно, чтобы садиться, ну, с небольшим наклоном вперёд. Ровно никто никогда не сядет. Приседания в ножницах – это тоже, как общеразвивающее, хорошо идёт растяжение пахового колец. Возможно ли прогрессировать? Тренируюсь 3 раза в неделю, и чтобы вы поставили присед или 2 тяги. Возможно ли 3 раза в неделю, и чтобы вы поставили 2 приседа или 2 тяги. Значит, я хочу сказать, что здесь надо смотреть, у каждого спортсмена есть какое-то своё более слабое упражнение, то я поставил вот то слабое упражнение, в чём отстающие упражнения в троеборе, которые… Конечно, я бы на это бы обратил внимание. Так, вот, пожалуйста, красавчик Равиль Казаков. Очень одарённый спортсмен был, но хочется сказать, что он всё-таки полностью, как я считаю, не раскрыл свой талант. У него ещё были возможности добавлять и добавлять. Вот варианты планирования в приседаниях. Вот видите, здесь 9, 10, 11 вариант. А ещё 8 вариантов я вам покажу на курсе. Там… Здесь все варианты двойные, двойных приседаний. Там начинаются первые 4 с одинарного приседания, одного приседания в тренировке. Значит, здесь вы смотрите, видите, мы в 9 варианте, что два упражнения именно соревновательного характера, но они разные по интенсивности нагрузки, по весу. Первый, значит, 85%, 4 по 2, а второй приседания – это 80%. Значит, 10 вариант. У нас идёт первый соревновательный, но уже 80 по 3 раза. И третий – это повторный метод, который 4 подхода по 6 раз, 70% тоже это не слабо после первых приседаний. Одиннадцатый вариант – это когда приседания с паузой 2 секунды, мы делаем стадо-динамически, и приседания с цепями, сопряжённый метод, когда 4 по 4. Видите, разная направленность, разный метод в одной тренировке. Упражнение для жима лёжа в штанге. Так, жим лёжа соревновательный, жим лёжа с паузами от 2 до 4 секунд, жим лёжа с цепями, жим лёжа с резиновыми лентами, жим лёжа с доски 2-4-6 см. Больше 6 см мы не делаем. Динамический жим лёжа, жим лёжа со слингшотом, жим лёжа с одной, двумя, тремя остановками при опускании. Это может быть так, раз, два, три на груди. Или наоборот вверх, когда. Ну тут вес тогда, конечно, небольшой получается. Хотя бы пауза одна секунда. Жим лёжа узким, средним, широким хватом. Жим лёжа с п-образным грифом, жим лёжа вниз головой. Видите, здесь уже нам больше упражнений, чем в приседаниях. И опять варианты 9-10-11, другие мы рассмотрим на курсе. Жим лёжа, так же, как в приседаниях соревновательной, оба, 85-80%. Второй, жим лёжа с паузой 2-3-2-3 секунды. То есть, первый раз опустил 3 секунды делает, второй раз опустил штангу на грудь 2 секунды, третий раз опять же 3 секунды. Есть другие варианты, что может быть делать 3-2-1 секунды. Или, например, 2-3 секунды и потом 0, то есть без паузы, третий раз без паузы. То есть, вариантов много. Жим лёжа со слингшотом, доходим до 90% веса. Если я вижу, что 80% тяжеловато, то на 90% не идём, а остаёмся на 85% по одному разу. Жим лёжа с паузой 2 секунды. 75% меня делают элементарно, по 3 раза, 4-й. Ну, как они лептают, вот третий, четвёртый подход уже упираются на третьем жиме. Жим лёжа с резиной. Вот здесь 65-4 подхода по 5 раз. Так, упражнение для тяги. Тяга соревновательная, тяга спринтов ниже коленей, тяга стоя на подставке, тяга до уровня коленей, тяга до уровня коленей, плюс тяга соревновательная, тяга с цепями, тяга с резиновыми лентами, тяга с одной остановкой 1-2 секунды ниже или выше коленей, тяга с одной остановкой 1 секунда ниже и выше коленей на 5 см, то есть две остановки. Тяга соревновательная, плюс тяга с виса ниже коленей, тяга с ребра рывковым хватом. упражнение значит в девятом варианте у нас как мы уже обсуждали тяга стоя на подставке и тяга сплинтов видео разные веса если там 70 процентов тяга сплинтов уже 90 95 процентный вес 2 тяга соревновательная у нас в 10 варианте до 90 процента и потом тяга с цепями 70 процентов 4 по 4 или с резиной тяга соревнования плюс тяга с виса ниже коленей и третья тяга тяга до уровня коленей и плюс тяга соревновательной то есть три раза он поднял до колена опустил поднял до колена опустил третий раз поднял до колена опустил и потом делает полностью это хорошо он прям помогает исправить технику тех спортсменов которые слишком когда тягу дотягивают штангу до уровня колени и их резко убирает и штанга зависает впереди впереди и как следствие смещается центр тяжести вперед и спортсмен или сходит с места или штангу враняет вы это могли заметить и вы даже у высококлассных спортсменов эту ошибку и так кому что понятно если всем понятно поставьте десятки мы с вами пойдем дальше что значит показать полностью не понял можем ли мы построить четырехдневный план под себя таким образом тренироваться например не понедельник-пятница суббота а понедельник-вторник-пятница суббота да вы можете то есть вы делаете два две двойных тренировки можете только здесь опять же будет надо смотреть что одна из них может быть большая вторая маленькая потом пятницу будет это может быть средняя и в субботу маленькая или да и такой практикует можно почему нельзя так десятки десятки хорошо мне приятно чтобы вам все понятно тогда идем дальше итак вы пришли как раз к предсоревновательному периоду значит вариант распределения нагрузки в предсоревновательном периоде и мезоцикле при трех тренировках вы видите что здесь на первой неделе большая на второй неделе уже меньше потом идут третья неделя нету ни одной большой две средние и в четвертой неделе это когда уже неделя соревнования спортсмен делает тренировку в понедельник маленькую в среду делают еще меньше она больше похоже на разминку перед соревнованиями и спортсмены которые выступают легковеса в субботу они отдыхают четверг пятница два дня те спортсмены которые выступают воскресенье тяжеловесы они отдыхают три дня так ну задержка прошла пойдем дальше так при четырех тренировках как мы говорили уже здесь немножко вариантов больше но обратите внимание что обязательно субботу настолько маленькая тренировка причем на третьей неделе мы делаем уже субботу спортсмен отдыхает и у нас только две ой три тренировки это среднее малое среднее и опять же в четвертой соревновательной неделе все те же понедельник и среда и отдых тот же самый этим самым мы добиваемся супер восстановление спортсмена что он выходит на соревнования свежим с большим желанием поднимать огромные веса и улучшить свои результаты ну и конечно порвать всех своих соперников ранее в ваших программах было упражнение дожим каким упражнением вы их заменили в новых программах как раз вот дожим и заменяется значит жим из бруска например 6 сантиметров жим с цепями жим с цепями вот там как раз вот этот дожим и локаут работает жим с резиной чем выше поднимаем мы штангу тем больше нагрузка тем больше спортсмен упирается чем какой минус у дожимов у дожимов потому что потом после него очень болят если часто применять и еще большие веса срыв например со стоек связки болят прикрепление мышц малая тренировка сколько примерно это процентов маленькая тренировка это у нас будет где-то получается проценты какие по весам или проценты по килограммам то есть по если по интенсивности то у нас получается малая нагрузка это 50-60 процентов это очень маленькая нагрузка а если по объему то это будет значит где-то так до 20 процентов от общего объема за неделю так и следующее пять вариантов тренировок значит здесь вы смотрите мы начинаем с пяти тренировок это пять тренировок у нас в понедельник на первой неделе пять тренировок на второй неделе и на третьей неделе мы уже переходим на три тренировки это среда ой понедельник среда и пятница а во вторник и и субботу спортсмен отдыхает и опять же соревновательно у нас опять же мы приходим только к двум тренировкам малая тренировка отдых малая тренировка и пошел опять уже отдых к соревнованиям так здесь все понятно запись вебинара будет так и так вот как раз тема финальный тест перед соревнованиями до сих пор идут споры нужен финальный тест перед соревнованием не нужен финальный тест соревнований кто-то цитирует двукратный олимпийский чемпион Василий Алексеев о проходках в шахтерах вот но я считаю что финальный тест перед соревнования нужен нужен всем без исключения но делают они у меня спортсмены все по-разному например например когда мы делаем варианты выполнения тестов zastимую 30 минут Napoleon второй вариант это приседания и жим я это практикую и в среду тяга третий вариант понедельник делается приседания в среду жим и тяга и четвертый вариант когда на каждой тренировке делается по одному упражнению но это очень редкий, мало кто его делает. Пошли дальше. Разминка во время теста. Вы видите, что в приседаниях и в жиме у меня разминаются одинаково, а в тяге количество подъемов и количество подходов меньше, чем в приседаниях и в жиме. Вот, пожалуйста, Алексей Никулин, один из лучших моих онлайн-учеников. Так, так же, значит, все-таки давайте решим, делать там или не делать. Значит, я хочу сказать, что начинающие спортсмены после четырех месяцев тренировок, когда они уже освоили технику соревновательных упражнений, они выступают на первенстве города или на первенстве США для проверки, то они обязательно, мы делаем тест, чтобы знать, с чего спортсмену начинать, чтобы он привык, во-первых, к большим весам. Не забывайте, что для спортсменов, особенно начинающих, это большой стресс, это участие в соревнованиях. Для спортсменов учебно-тренировочных групп, разрядников и КМСов, мы так же делаем обязательно тест во всех трех упражнениях и обязательно до предела. Во-первых, на больших весах у спортсменов, у которых техника не доведена до автоматизма, нарушается техника. И вот здесь главное, тренер должен обратить внимание. И очень четко распределить, с какого веса начинать, и дальнейшие три примерно подхода расписать. Спортсмены же мастера спорта, мастера спорта международного класса, тем более спортсмены заслуженные мастера спорта, у которых большой опыт выступления на соревнованиях, у них устойчивая психика, то они не делают тест до 100% и выше, они делают тест до первого подхода, с которого планируют начинать, или до 90% от лучшего одного ПМ. Но не забывайте, что очень мало спортсменов, таких ровных, например, как Эдди Коун, как Тарасенко, как Алексей Сиваконь, которые во всех трех упражнениях ровные. Можно и Мора так же сказать, что тоже он был ровным во всех трех упражнениях. Есть у каждого спортсмена какое-то отстающее упражнение. И вот тогда мастера спорта и выше, если у него, например, Гравиль Казаков в приседаниях и в жиме устанавливал рекорды мира, а в тяге из-за коротких палец у него сильно отставало, то мы, значит, там делали только первый подход, в приседаниях и в жиме лежа, а в тяге мы делали полностью до конца. Например, Максим Паттынный, который не любил жим лежа и не хотел его тренировать, он наоборот, в приседаниях и в тяге мы делали только до первого подхода, а в жиме лежа мы делали до предела, потому что я говорю, Макс, я должен видеть, я должен знать и почувствовать, с чего мы будем начинать в жиме лежа, чтобы не залететь. Так это и у каждого. Значит, вот смотрите, первая, значит, неделя за 21 день до соревнования. У нас, значит, запланировано в среду тест в приседаниях и в жиме лежа, поэтому в понедельник, как вы видите, у нас небольшая нагрузка по объему, всего-навсего 34 подъема, и 75% вес, это тоже небольшой, то есть мы даем подготовиться спортсмену к нагрузке. В приседаниях, обратите внимание, спортсмен разминается и доходит до 100% веса, на котором написано 1-2 подхода. Это написано для того, что если спортсмен, например, присел, довольно-то, ну, нельзя сказать, что легко, но присел хорошо, но присел-то, батенька, в прямой угол, угол не прошел. Поэтому я говорю, извини, красавчик, но давай второй подход сделаем четко по правилам, чтобы судьи к тебе не смогли придраться. Или же наоборот бывает, что спортсмен 100% хорошо присел, уверенно, и причем присел по всем правилам, прошел параллель, я говорю, ну, давай-то добавим 105% или 103%, то есть в зависимости от легковеста можем 5 кг добавить к рекорду, если это уже 100 кг и выше, то можем и 10 кг добавить. То же самое в жиме лежа, то же самое вы видите, 1-2 подхода на 100% вес. И, как видите, здесь уже убавилось количество общеразвивающих упражнений, и не только количество, но и убавилось еще количество подъемов и количество подходов убавилось. Так, в пятницу у нас мы делаем, значит, проходку в тяге, тест в тяге становой. Но обычно я делаю сначала в любом случае небольшой жим, потому что как на соревнованиях, чтобы он немножко все-таки и размялся, и подустал, чтобы было не так, не на свежачка. А после жима уже мы делаем тягу. Тот же самый вариант, только после 80 он не идет на 85, а после 80 сразу. По 80 уже видно, 90% он подымет, не подымет, и как он их подымет. Он сразу идет на 90%. А вот если у него разрыв между процентами, 10% это 20 кг больше, то он может пойти на 95. Если небольшой разрыв, там 5-10 кг, то после 90 можем сразу пойти и на 100% вес, а потом уже смотреть, нужны ли они. Здесь же опять же мы обращаем внимание, чтобы спортсмен полностью раскрывался в финальной части. То есть все по команде, и все упражнения, приседания, сжим, я сажу с судьей, то есть, или встаю перед их глазами, и даю команду присесть, стойки, в жиме, значит, старт, пресс, стойки. Здесь только, значит, даун, опустить. Все. То есть, обязательно, все 90% веса, хоть подготовительные на тесте, хоть на соревновательном, перед соревнованиями, делаем только по правилам соревнований. И все друзья вокруг, эй, 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 он таз, таз, таз оторвал. Нет, нет, не раскрылся, не считать, пусть еще подход делает. Вот такие у нас отношения взяли. Что все следят за техникой, и за правилами соревнований. Итак, вы видите, что по сравнению с тем, 219 подъемов было, например, подготовительным, то здесь всего 122 подъема за неделю. Значит, вторая неделя уже осталась 14, дней до соревнований. Здесь уже мы в приседаниях уменьшаем 75%, жим лежа 80%, потому что в мышце рук короче, и они восстанавливаются намного быстрее, чем мышцы ног и спины. Вот. Жим лежа в среду у нас уменьшается до 70%, 75% на 2 раза, а тяга на 1 раз тяги становой. Вот, пожалуйста, еще один мой бывший ученик онлайн. Беляев. Так, примерный план тренировок за 2 недели до соревнований. Так, вторая неделя за 10 дней до соревнований. То есть, это пятница у нас. То же самое идет уменьшение по количеству подъемов. И видите, если там было 112 подъемов, то здесь мы только видим, что у нас 82 подъема и суббота нетренировочный день. Отдых. Вот здесь отдых. Они как раз уже за неделю до соревнований. Здесь идут в баню, массаж и спокойно подходят к соревнованиям в хорошей восстанавливенности и хорошей форме. Третья, значит, третья неделя две тренировки. Обратите внимание, если там было 80 подъемов, то тут 45 подъемов. Значит, делают жим-лежа тягу. Это для легковесов, средневесов. Например, приседания и жим-лежа последние, совсем маленькие, 70% по одному разу. Если тяжеловесы у меня есть, они выступают к стене, то я тягу в понедельник убираю совсем и делаю, значит, приседания переношу на понедельник. Первое будет приседание 70% и жим-лежа 75 по одному разу. А в среду они тогда делают только жим-лежа тяжеловесы, потому что им нужно немножко больше времени на восстановление. Так, здесь все понятно, поэтому более подробно мы обязательно рассмотрим на нашем курсе. Так что, я вас приглашаю, не пожалейте. То, что вы здесь слышите, на курсе вы увидите в 10 раз больше услышите, узнаете. Борис Иванович, при каком весе одевается жимовая майка? Значит, у моих спортсменов обычно две жимовые майки. Одна майка тренировочная, одна, значит, соревновательная и для тестов. Вот, значит, они майку в настоящий момент уже надевают на 70%, и вот где-то уже начинают за два месяца до соревнования уже начинают одевать майку, причем уже, например, там, два раза в неделю за два месяца, потом уже на каждой тренировке соревновательный период, ну, за шесть недель уже на каждой тренировке одевают майку. Уже все полностью работают только в майке. И уже ближе к соревнованиям они работают, тесты делают только в соревновательной майке. Так, пошли десятки. Мне хорошо, что всем все понятно. Пойдем дальше. Участие в соревнованиях. Вот мы на курсе обязательно разберем, как выступать на соревнованиях, когда. Вот скажите, напишите, пожалуйста, когда вы считаете начинается вот три упражнения, мы пришли на соревнования, когда начинается борьба, когда стратегия начинается, тактика начинается на соревнованиях. Как вы считаете, когда нужно спортсмену, который выступает без тренера или тренеру, который выводит своего спортсмена начинаться за ним. При седаниях и в жиме задача моего спортсмена сработает сработать на все три подхода в каждом упражнении и подойти вплотную к своему лучшему результату или постараться улучшить его. сработать главное на шесть подходов. А вот уже в тяге, вот там уже нужно после приседания у жима тренер считает сумму двоеборья у своего спортсмена, у ближайших соперников и смотрит с чего начинают соперники, с какого веса, кто легче, кто тяжелее. Тут можно даже первый подход может быть переиграть. Если я, например, тяжелее, чтобы пропустить вперед своего основного соперника, я заказываю на два с половиной килограмма больше, чтобы он шел первым, он заказывает, я подошел и вижу, что он заказал, когда на равных. Все зависит от того, какого веса. В приседаниях и в жиме нет никакой борьбы. Не важно, сколько вы приедете, главное, вы должны присесть, сколько вы можете. А если вы сработали всего на два подхода, в приседаниях и в жиме лежа, то тут о борьбе говорить нечего. Вот я, например, Равилю Казаков всегда говорил, если ты сработаешь на девять подходов, то ты выиграешь. Нам нужно в связи с тем, что у тебя слабая тяга, делать отрыв где-то 45-50 килограммов от твоих основных соперников после жима лежа. Тогда ты уверенно будешь выигрывать. Так оно и было. но мы это все рассмотрим опять же на моем курсе, поэтому я приглашаю вас на свой курс. Будет очень интересно и много-много познавательно. Итак, мы подошли к самое интересное, что вот Роберт Фредерик, который родился в Сан-Франциско, сейчас живет в Таиланде. Он по образованию учитель физики и химии, программист. Прежде чем перейти на программу Шейко Голд, спортсмены должны пройти один месяц. И вот тренировочная программа, он сделал программу, причем он ее сделал для андроида и для сейчас айфона. Все можно сделать, обработать в телефоне. Уже не надо ничего писать, все там есть. Значит, он первый месяц говорит, вы давайте этот месяц тренируйтесь по своим планам, как вы тренируетесь. Но перед каждой тренировкой вы скидываете в эту программу ваше самочувствие, ваш пульс, ваше желание, в каком вы нервном состоянии, как общее состояние. И вот в течение месяца он набирает, набирает, набирает статистику, после которой собирает данные тренировок, чтобы установить среднюю тренировочную нагрузку. Программа Шейко Голд использует новую метрику для количественной оценки тренировочной нагрузки под названием нагрузка от нагрузки. То есть будет нагрузка от его нагрузки, как он привык. Потому что он не может запланировать так, чтобы спортсмен, если привык, очень малое количество, тренироваться на малых количествах подъемах или на малой интенсивности и сразу перейти на программу Шейко Голд. Следующее что обратите внимание этот сбор ежедневных данных здоровья дополняет данные тренировочной нагрузки. По прошествии некоторого времени для спортсмен устанавливается средняя тренировочная нагрузка. Вот слева вы видите это показано на красном. В будущих тренировках среднее значение будет использоваться качестве ориентира для новых отображается зеленым цветом. И вот оно должно совпадать что если хороший балл здоровья то веса будут тоже высокие с большей интенсивностью. Через месяц Шейко Голд может приступить к созданию плана тренировок. То есть это все делается автоматически. Тренировочная нагрузка увеличивается в периоды когда у спортсмена хорошее здоровье и уменьшается периоды когда у спортсмена меньше здоровья. например пришел студент после четырех пар и никакого нету нежелания ничего он это пишет и ему сразу автоматически нагрузка занижается. Упражнения остаются а нагрузка занижается или может даже по количеству упражнений уменьшится нагрузка. Шейко Голд со временем пытается увеличить количество подъемов. То есть у вас увеличивается состояние ваше хорошее состояние хорошее и тогда увеличивается нагрузка. То есть могут и веса выше появляться и больше количества подъемов. Основное предложение состоит в том, что более высокие тренировочные нагрузки при лучшем здоровье создадут это хорошие условия для улучшения результатов. То есть если совпадет ваше лучшее здоровье лучшее состояние с увеличением нагрузки то это приведет к увеличению к вашим рекордам личным. Так вот это мы более подробно у нас уже времени не так много разберем опять же на курсе подробно так что опять же приходите на курс. Так сегодня вы узнали какие методы я применяю какие 5 методов развития силовых качеств вы познакомились с моей программой в подготовительном при соревновательном периодах и познакомились с американской программой Шейко Голд программ которая между прочим уже входит в моду в Америке и в Европе уже много в ней принимают участие так до сих пор